Добрый день, дорогие друзья! С вами снова компания Грэн Русс. Сегодня продолжаем нашу новую рубрику «История пива варен». У нас в гостях главный пиовар Сергей, пиовар Нехамер Милл. Добрый день, зрители! Хотел бы вас поприветствовать и поблагодарить компанию Грэн Русс за приглашение на интервью. Скажи, пожалуйста, вот нам очень интересно, как вообще возникла твоя пиоварня? Вот у тебя ты привез, ну я так понял, что это не весь ассортимент. Вообще, как появилась идея, где вы находитесь и что вообще, как вот про вас на что-то почитать можно или где вас найти можно? Ну, сам завод существует с 2018 года, то есть уже седьмой год пошел нашего существования. Предприятия, на самом деле, ну, по меркам большинства именно там крафтовых, да, мини пива варен, ну, все-таки мы небольшой там завод, но достаточно крупное производство. На данный момент у нас получается в парке, ну, если вот брать именно бродильные танки, в основном всегда смотрят по ним, там 32 бродильных танка. Выпускаем, в принципе, в основном кеговый формат, соответственно, либо одноразовые кеги, либо там металл. Часть продукции выпускается в банк и, ну, выпускаем достаточно широкую линейку практически там всех наименований напитков, там, начиная от кваса, сидора, медоухи, там, заканчивая пивом, пивными напитками. То есть у вас большой ассортимент, то есть вы все все удовлетворяете потребности наших сегодняшних современных клиентов? Ну, какие-то потребности удовлетворяем, да. А скажи, пожалуйста, Лан, ты говоришь, у вас там 32 емкости, появились в семнадцатом году, то есть вы все это время были в какой-то одном формате или вы постоянно расширяетесь, укрепляетесь, что у вас как пойдет? Ну, завод строился под конкретные задачи, под драфт. То есть банку тогда еще не рассматривали, просто кеговое пиво? Не банку, не бутылку тогда не рассматривали, как бы был определенный запрос, скажем так, и мне как технологу я пришел, ну, практически на старте, там, ну, сам монтаж оборудования, скажем, не застал, но практически со старта я там работаю, и была там тех задачи поставлена, соответственно, выпуска качественного, ну, качественных лагеров пшеничного пива, темного пива, соответственно, мы как бы начинали с такого формата, потом, естественно, хотелось, может быть, чего-то более маржинального выпускать, там, вот эта вся крафтовая история, там, или около крафтовая, соответственно, параллельно развивалась, и, в принципе, мы часть сортов делали и под этот рынок, и, в принципе, ну, то, с чего мы начинали, и лагера, там, пшенички достойные какие-то, темное пиво, соответственно, стауты, там, портеры мы их до сих пор делаем, и, там, если в процентном соотношении брать, то, наверное, около крафтовые, ну, я вот не буду говорить, там, прям крафт, потому что сейчас крафт это уже, там, и супы, там, и что только не варят люди, соответственно, мы в силу определенных обстоятельств, ну, прежде всего, конечно-то, нажавим костей, потому что 10 тонн суп, тяжело, да, согласен, супа будет трудно куда-то продать, в каком-то, скажем так, адекватном горизонте, ну, там, грубо говоря, есть, там, при розливе в банку, там, срок годности полгода, соответственно, если мы варим, там, 10 тонн какого-то специфического пива, его надо продать успеть, 10 тонн за эти полгода, это проблематично реализовать на любом рынке, мне кажется, соответственно, то есть, варится продукт, прежде всего, который, ну, возможно, будет продать за его срок годности, ну, в основном, как бы, кеговые, то, что мы производим, кеговые сорта, они реализуются, там, ну, в течение двух недель, как правило, кега к нам возвращается, то есть, достаточно быстро все это проходит, и, по факту, оно редко где-то застаивается. То есть, а у вас такие сроки годности есть, какие-то, вот ваш теговаж дилер продает, он какие-то требования по срокам годности выставлял вообще, или вы сами себе указали эти сроки, какие вам нужны, и вы их продаете? Ну, естественно, там, дистрибьюторы, которые с нами работают, они диктуют определенные условия, там, по срокам годности, по стабильности продукта, соответственно, ну, чтобы пиво элементарно прожило, сколько, ну, сколько оно должно прожить. То есть, полгода, наверное, минимум, вам сроки таких годностей сейчас выдвигают, да, чтобы можно было продать, успеть, как ты говоришь, на штучный розлив, да, там, от полгода до года, в основном, как-то так. Ну, по факту, там, можно и больше ставить, потому что те же, там, крепкие сорта, когда варят люди, там, по факту, у него вкус-то начинает раскрываться, там, через несколько месяцев, вот, выдержки. А скажи, пожалуйста, вот, сколько приблизительно, вот, как к нам приходил Иван в прошлой передаче, рассказывал, что у него, там, основные, там, 8 сортов, остальные, там, сезонные. А сколько у вас основных сортов, сколько сезонов вообще? Ну, вот, на самом деле, я вот недавно занимался, как раз, вопросом систематизации наших сортов, да, в связи с вводом в реестры пивопроизводителей, там, ну, надо было и рецептуру как-то все в едино собрать, и все это подвязать, там, ПТИ, да, и пересчитывал. У нас, по факту, сейчас, получается, постоянно где-то, ну, около 25 сортов, там, всего, если брать, ну, там, все из Каю, это где-то, там, за сотню уже, наверное. Ничего себе. Слушай, ну, это большая работа, я так понимаю, что 25 основных сортов, это же под ним все эти документы, да, технологические карты и так далее, все это составляешь, все это у тебя, как бы есть, и сколько же ты на это потратил силы времени? Ну, на самом деле, да, много сил и времени уходит на эту бумажную работу, но, в принципе, когда уже делал налаженно, ты примерно понимаешь, что и как делать, это... Ну, 25 сортов, я могу сказать так, я не... условно скажу, я мало знаю таких пиварен, но наш обычный средний пул какой-то, ну, там, условно, там, от 8 до 10, 25, это вот в сезон, это вообще... Удается ли выдержать в сезон все вот эту сортовую линейку? Ну, на самом деле, тут упирается все, как правило, в количество танков на пивоварне, соответственно, у нас 32 сейчас, и, в принципе... Ими играйте, как говорится. Да, да, это не так сложно, главное, чтобы там дистрибьюторы вовремя формировали, соответственно, запрос, ну, план продаж, план производства, и, в принципе, если все, ну, все бизнес-процессы там более или менее отлажены на пивоварне, то почему нет? Скажи, вот такой вопрос, Лан, коль мы, значит, окунулись в тему производства и это... А скажи, территория у вас как бы там своя, наемная, у вас есть куда расширяться, например, дальше? Если ты говоришь, что я ограничен в танках, вот, допустим, захочешь, допустим, удвоить парк свой танков, есть куда расти или вы ограничены вообще? Ну, когда пивоварне запускалась, у нас арендная площадь была где-то там 600-650 метров квадратных. Относительно немного пока. Ну, да, сейчас мы вышли где-то в полторы тысячи квадратов, и, соответственно, у нас последняя площадка, которую мы заняли под бродильный цех и цех фильтрации, Кизельгуровый фильтр недавно туда купили, там, в принципе, места еще, я думаю, где-то под 10, там, может быть, 12 ЦКТ еще осталось. Ну, то есть есть еще куда, как говорится, расти и какими-то новыми сортами, конечно, побалуешь. Ну, да, на самом деле уже узкое место больше варочный цех и, соответственно... Пока варки хватает, но все-все уже скоро придется менять, наверное, да? Скорее всего, да. А скажи, Лан, такой вопрос уже профессиональный. По оборудованию у вас отечественные, импортные? Что у вас как? Или сборные там отечественные, импортные? Что у вас так приблизительно? Ну, наверное, сборные. Все основное там оборудование, там, ЦКТ и варочный порядок, соответственно, российского производства. Там есть... Ну, вот Кизельгуровый фильтр последний, приехавший, он итальянского производства. Но, в принципе, в связи там с последними событиями трудно какие-то там расходные материалы искать. Да, с Кизельгуровым проблемой сейчас. Да и с ремонтом оборудования. А запчасти вообще молчим, да? Да, это, может быть, и правильно было сделано то, что изначально пошли по такому пути, что, как бы, не так много автоматизации, больше, как бы, внимание уделяется там обученному персоналу, соответственно, чтобы люди умели, как бы, с этим работать. Они просто сидели там на кнопке где-то дистанционно нажимали и там... Ну, кстати, был у меня рост определенный. Хорошую тему ты затронул по персоналу. Я знаю, что ты закончил пищевой университет, да? То есть ты работал сразу же по специальности. А у тебя, вот помимо тебя, есть у кого-то профессиональное образование? Или вам приходится людей нанимать, обучать уже на месте? Или из других пиоварников вам приходят? Как вообще обстоят дела? Ну, как правило, людей, конечно, учат с нуля. Да, и бывает, приходят ребята, которые имеют какое-то там профессиональное образование, но, как правило, ну, я как технолог, на самом деле, ну, понимаю... Все равно под себя их подстраиваешь. То есть человек пришел, да, его ты чему-то обучаешь, как бы, но... Это, там, проект будет не очень долгий в плане того, что люди с образованием, они же сейчас востребованы в профессии, и в любом случае... Рано или поздно понимают, что он может уйти, да? Человек, если он не глупый, он вырастет, и он пойдет, да... Ну, нет, ну, что значит, пойдем там куда-то? Нет, он просто будет развиваться, пойдет технологом. У нас были такие прецеденты, то, что ребята там, ну... Двигались по колено. Всего достигали в рамках нашей компании, соответственно, они там уходили технологами на другие пиоварни, и... Ну, я, конечно, рад за них. И не стыдно было, как говорится, да? Да, не стыдно было. Не, ну, я просто узнаю, вот Иван рассказывал, что вот он, например, к нам пришел, я тогда был технологом, он у нас пришел, как ни парадоксально, был обычным кигомойщиком, тогда еще в институте уже учился, потом продвинулся дальше и дальше. И у вас тоже это возможно, карьерный рост, такой, ну... Ну, карьерный рост в компании все-таки не очень большая, карьерный рост там на любой пиоварни это дело такое, а человека больше зависит. Ну, пройти все стадии, условно, дойти там до пиовара, я понимаю, что главный пиовар там ты, но до пиовара у них все шанс дойти. Конечно, да. Начиная там с обычного кигомойщика и... Ну, у нас есть прецеденты, да, то, что люди начинали на розливе, сейчас сидят на варочном, как бы, цеху, ну, на хороших зарплатах, соответственно, на хороших ставках, в принципе. Слушай, а бывали такие, знаешь, люди приходили, ну, например, я встречал там, человек пришел, условно там, был военным, пришел к вам на пиоварню, например. Такое что-нибудь было подобное? Ну, из какой-то такой области, но совершенно не пищевой, там, я знаю случаи, ребята там металлургами были, стали там, железо плавили, потом раз в пиоварень ушли. Вот такое было у тебя или нет? Ну, у нас есть ребята там, кто на нефтяников учился, как бы, но именно, то есть, чтобы какой-то специфический опыт именно работы был до нас, наверное... Нет, я имею в виду, что вот они поменяли, то есть, допустим, ты говоришь, нефтянка, да, работал нефтянка, раз-таки в пиво пришли. Все-таки вот пиво людей объединяет реально, вот неважно, куда ты пришел. Ну, есть такие люди, да, которые, то есть, им было интересно, они там сначала варили там в кастрюльке, грубо говоря, и вот хотели себя попробовать в чем-то более масштабном, соответственно, приходили, учились, и до сих пор такие люди у нас работают, как бы, ну, у нас сейчас такая, скажем, ниша, да, вот у пивоварения, то, что людей именно квалифицированных трудно найти, я знаю, да, то, что вот вы там с Иваном говорили, я смотрел тоже это интервью, но это действительно так, и сейчас большая часть пивоварен все-таки они дорожат своими кадрами, стараются как-то, ну, поддерживать и материально там, и какие-то, ну, там, какие-то опционы создавать там на пивоварню. Обучение какое-то дополнительное, да? Ну, да, да, обучение. Я иногда вот там даже, ну, в Питере вот проходит форум, да, ребят туда отправляю. Обязательно. Да, даже если сам не еду, соответственно, ну, мы там недавно ввели, то есть сделали на территории пивоварни, ну, такой мини-бар, соответственно, с кухней. У нас там девушка приходит готовить, соответственно, есть питание персонала бесплатное для работников. Иногда вечера там дегустации проводим, соответственно, дегустируем либо наши какие-то сорта, да, то есть чтобы люди, прежде всего, понимали, с каким продуктом они работают, к чему нужно стремиться, там, соответственно, ну, чтобы знали просто продукт. Понимали, да. Слушай, ну, это прекрасно, потому что, ну, создадите своим работникам условно такую домашнюю атмосферу, у них могут попить свежего продукта, сравнить чем-то, поесть вкусной еды. И я считаю это в наше время немаловажно, чтобы людям чувствовать себя комфортно. Люди должны чувствовать себя, ну, как бы, нужными, что ли. Да, да, это тоже очень важно, потому что ты прав сейчас, ну, просто реально сложно с персоналом, и молодежь зачастую скажет, да не пойду на ваш завод, пойду там условно таким торгашом или еще что-то, за что не отвечаю, не получаю. Ну, молодежь, да. Плюс сейчас еще есть такие прекрасные вещи, как Ozone, Wildberries, соответственно, я думаю, многие, если вот нас смотрят, кто-то из там, из технологов, кто там рекрутингом занимается, многие, я думаю, со мной согласятся, то, что, ну, там, тот же Ozone и Wildberries очень здорово высушивают рынок труда, да, и там, многие люди думают, а зачем, зачем мне вот это идти, чему-то учиться, научиться там, пытаться там, ну, научиться вот и говорить или еще что-то, если можно просто сесть там в пункт выдачи заказов и там за те же деньги сидеть там целый день в телефоне там заказы выдавать, как бы, на самом деле это огромная проблема, и, я думаю, многие со мной согласятся, то, что есть такое, да, вот сейчас, и трудно с этим бороться как-то. Я тоже с Иваном про это подумал, я говорил, что, может быть, даже сейчас, ну, там, я, понятно, ты главный технолог, но там, директорам и личностям задуматься об этой проблеме, и, может быть, должен придумать какую-то там программу для своего же персонала, вот как вы, да, создаете там, делаете там дегустации и так далее, обучение отправляете, что нужно людей еще больше привлекать, потому что они сейчас все ждут каких-то плюшек, каких-то это, потому что люди видят, и если можно заработать легкие деньги и при этом особо не напрягаться, конечно, они выберут это. Но есть, слава богу, есть такие люди, которые, это работа каторга, просто приходить на работу, плевать в потолок и ждать, пока время закончится, когда на пиварне время пролетает достаточно быстро, да? Мы за это любим нашу работу, потому что я там тоже в свое время поработал много, и ты вроде пришел с утра, а уже пора ехать домой, потому что очень много операций делаешь, да, я так понимаю. Ну да. Скажи, а твой рабочий день, ты тоже, наверное, рано начинаешь, да, в 8-9 утра там у тебя? Я на самом деле сова, и мне проще начинать там где-нибудь попозже, там после 12, и, соответственно, работаю я там, как правило, ну вот уже после вечерней пересменки. Постоянно процесс идет? Да, да, и я там бывает и до 9, до 10 сижу, соответственно, смотрю там, как бы и заказом сырья там занимаюсь, и рецептурами, и бумажной вот этой работой, и, соответственно, обучением персонала. Ну, в общем, у тебя такой ненормированный рабочий день, то есть ты болеешь за производство, чтобы все было четко, чтобы спокойно, нет такого, знаешь, я пришел в 9 утра, ладно, 5 часов, ребят, пока. Ну, по факту, да, по факту, я изначально шел на такие условия, то, что у меня будет ненормированный график, соответственно, я буду сам, ну, своим тайм-менеджментом заниматься, соответственно. Главное, чтобы работа была выполнена. В принципе, да, в принципе, там первые года, там первый год, может быть два, пока там был персонал не обучен, пока мы подбирали людей, соответственно, кто-то отсеивался, кто-то приходил там, кто-то оставался, и первые два года, конечно, было достаточно трудно, но по факту сейчас у меня достаточно налажены все, я говорю, бизнес-процессы на пивоварне, и, естественно, там у меня, как, ну, вот у структурной единицы, да, в нашем коллективе сейчас времени, конечно, побольше свободного, чем было раньше. Раньше я там и в субботу, и в воскресенье всегда был на пивоварне. Работа такая. Времени, да, много это отнимало. Скучишь такой вопрос. Ладно, слышал, края муха, ты туда сказал, там, всякие эксперименты. Варите ли вы у себя на пивоварне эксперименты? То есть, если у вас, например, какая-то у нас, например, 100-литровая пивоварня, у вас там, может быть, есть небольшая, на которой делают эксперименты? Ну, скажем так, тестовые сорта у нас, они варятся в формате тритонные. А, вот, то есть, баловка такая большая. Ну, да, как-то тритонные, соответственно, это, в принципе, минимальный объем, который мы варим, да, и это объем, кстати, с коттежки мы покупали частично там под какие-то контракты. Ну, мы иногда повариваем для каких-то там, ну, дружественных пивоварен, соответственно, что-то по контракту. Ну, как-то так. То есть, я помню, пару лет, тройку назад, наверное, контракта было много, сейчас поубавилось, но все равно есть, да? То есть, как бы, люди все равно обращаются к вам, знают, что как качественный производитель, можно с вами дело иметь. Время от времени, да. Ну, нет такого, что мы там, как какая-нибудь пивомастерия в Петербурге, что мы там постоянно только контрактов варим. Ну, если договориться, то можно, да, в принципе. Ну, тема хорошая, я думаю, во-первых, опять же, учите те же контракты, смотришь, ребята, вот так можно делать, то есть, кадры потихонечку тоже растут. Ну, и в плане ассортимент тоже расширяется, я думаю, что тоже в пользу всем. Конечно, сложность, я так понимаю, что с документами вот этими всеми, когда контракты все делаешь, главное более другая уже, глава документальная. А так, в целом, в принципе, это интересная тема. Ну, мы, как правило, если делаем, там везде производители, ну, значит, что мы как бы… По заказу, там, условно, там, какой-то, для дивана, там, я уже так говорю. Хорошо, а скажи, а бывает у вас, ну, вот я соцсети считаю, некоторые пивоварни делали экскурсии, вы делали экскурсии на пивоварни? Был такой опыт или пока особо даже не заморачивались? Раньше, на самом деле, ну, до известных событий, когда там инстаграм еще более-менее популярен был, сейчас, как бы, понятно, уже… Люди напрягаются с VPN, не все хотят. Трудно, да, что-то там продвигать, соответственно, раньше, когда инстаграм был, мы разыгрывали, там, грубо говоря, какую-то продукцию, соответственно, плюс экскурсия на пивоварню, соответственно, с дегустацией. Ну, вот я думаю, что там многие, там, из домашников, кто на нас там подписан был, соответственно, многие были на пивоварню, да, у нас. Ну, сейчас, на самом деле, очень много еще поменялось, мы, опять же, и вырастали несколько раз за это время, вот. Ну, а последнее расширение, оно вот уже в течение этих двух лет было, и, как бы, ну, как-то, да, крутимся. Но сейчас уже этого, я так понимаю, нету, или просто меньше, потому что производство стало больше? Да нет, и сейчас просто труднее контактировать с конечным потребителем, потому что платформы для этого… Мало. Телеграм тот же самый, там… А ВКонтакте, например? Я ВКонтакте видел, что они тоже вроде стараются, там, как бы, вот, как Инстаграм, но, конечно, контент немножко не тот, но хоть что-то. Но все-таки в Инстаграме это было проще делать, больше была аудитория, как бы… Охват сразу больше. Да. А при таких платформах, как ВКонтакте, там, или, там, Телеграм, это… Немножко не тот. Ну, просто не стоит затраченных усилий, я считаю. Понятно. Слушай, хорошо, по экскурсии поговорили, проговорили. Скажи, следующая такая маркетинговая тема, дизайн ваших этикеток и так далее, это вы совместно занимались или как-то вы заказ делали, как, вот, кто такой идейный вдохновитель? Вот, у вас тоже очень оригинальные этикетки, вот, наши зрители видят, набор, вот, по пилу ты привез. Как вообще рождалось? Дизайном у нас в основном директор наш Юрий занимается, он, как бы, с дизайнерами контактирует, ну, есть у него, там, определенное видение, к которому он стремится. Я, на самом деле, ну, как технолог, я практически никогда не занимался этим и считаю, что это не совсем правильно, чтобы, там, один человек на первой армии занимался и технологией, и дизайном, и продвижением, там, продукции. Очень сложно. Соответственно, если, как бы, ну, человек является, ну, вообще, да, то есть, если даже абстрагироваться от этой темы, если человек является, там, профессионалом в какой-то сфере, то ему нужно, как бы, заниматься этой сферой и, вот, развиваться в ней, нежели пытаться, там, совместить, там, кучу всего разного и быть, там, посредственностью во всем. Ну, я тебя поддержу, потому что все-таки на твои плечи ложится качественный продукт, хороший, вкусный, добротный, а уже дизайн и так далее. Это дизайнеры, там, руководство, ты говоришь, там, Юрий тот же, да, вот. И это правильно, потому что такое хорошее разделение труда и достаточно качественный продукт. Хорошо, поговорили мы с тобой, у тебя ассортимент большой, 25, больше 100 номинований. Есть ли какие-то фишки в ваших сортах, такие топовые, которые, прям, вот, у вас всегда заказывают и у вас хороший спрос? Ну, стилем, там, хотя бы, там. Ты имеешь в виду, чего там из сортов больше продается? Да, что больше продается, именно, ну, по обычным сортам ты понимаешь, что это лагерь, да, это локомотив, а вот, если брать в плане крафта, вот, что из такого, вот, вот у нас это тоже. Ну, в West Coast и по у нас неплохо продается, там, соответственно, сидр до, там, известных событий с мистером сидром хорошо продавался. Сидр у вас, я помню, был хороший, соками, по-моему, вы делали с вишнём, мне бы очень нравилось. Сейчас сидр не делали. Нет, сейчас мы делаем тоже сидр, но продажи, конечно, после вот этой истории с отравлением, они подпросели, я думаю, у многих производителей сидр они подпросели, вот, и, в принципе, время, как бы, какое-то прошло, да, но осадочек у людей остался, и трудно в этом направлении развиваться, там, в принципе, медовуха неплохо продается, ну, вот эти охмелённые лагерты, ну, то, что около крафтовые все темы, они, в принципе, ну, достаточно хорошо продаются. Эти охмелённые лагерты очень даже, я так посмотрю, последние два года заходят многим, действительно вкусная тема. Да. Причём она, ну, и питка она также, ничего такого, как бы. Ну, и плюс сезонность, соответственно, там, в зиму как-то более крепкие сорта лучше заходят людям, сейчас в лето мы, соответственно, там, кислячков заварили, ну, там, Берлини Рвайс, у нас будет вот с малиной и розмарином, да, будет газе, томатный газе. А как, кстати, вот кислячки сейчас вот, ну, они, конечно, там, год назад были успокоены, два года назад, ты как считаешь, они ещё будут дальше развиваться, или всё-таки это больше такая тема моды, или всё-таки это продажная тема? Да любые сорта, наверное, это дело мода, какие-то входят в моду, какие-то выходят, но, в принципе, если есть там спрос, почему не попытаться его удовлетворить? Как бы если пиво продают, ну, мы же анализируем и продажи, соответственно, и отзывы, то, что люди говорят, то, что там с точки какой-то фидбэк приходит, соответственно, мы понимаем, да, то, что интересно людям, то, что неинтересно людям, если там сорт, ну, там, хуже начинает продаваться, сильно хуже, да, и я понимаю то, что, например, вот те объёмы, которые мы производим, я более или менее адекватный срок уже там, ну, не могу продать, соответственно, мы этот сорт выводим, когда выводим какие-то новые сорта. Ну да, что-то залежалось, значит, надо выводить просто тупые сортовые линейки и вносить что-то новое. Многие спрашивают, ну, я у вас спрашивал, ну, где вы там продаётесь, а где вас там на этих продажах? Ты что-то порекомендуешь? В принципе, если походить по магазинам разливного пива, то мы достаточно сильно распространены. Ну, в принципе, у нас достаточно большой объём продаются, и, как бы, если они продаются, значит, они куда-то поступают в продажу. А были вообще идеи открыть свой флагманский либо крафтовый бар, либо там ресторан вообще? Что руководство про это говорит? Ну, на самом деле, сейчас есть идея такая, мы вот работаем над этим, но это, конечно, титанические усилия требуются для этого. Да, чтобы людей заманить в ресторан ещё с такими ценами тяжело. Ну, молодцы, что стремитесь, я, как бы, очень рад, потому что я всегда говорю, конечно, это здорово, когда ты продаёшь, ну, дилеру, да, дилер, там, голова болит, куда продавать, у тебя заказы и так далее, но, опять же, если не заниматься собственной сетью, развиваться дальше сложнее, потому что дилер, он, конечно, зарабатывает денег, но он особо сильно тебя не продвигает, а когда ты сам занимаешься, тогда и люди к тебе тянутся, и разница по цене у тебя уже более-менее адекватная. Ты, по крайней мере, можешь это сам контролировать, потому что многие там, соответственно, или дистрибьюторы, или торговые точки, они берут продукцию, соответственно, и бывает трудно донести им, как именно с ней работать. То есть, соответственно, если мы производим там формат непастеризованного пива, то это пиво, которое там, ну, вот на этикетке написано, там должно храниться там от плюс двух до плюс пяти градусов, соответственно, многие просто берут, ставят на тёплую полку, да, потом удивляются, ребята, а что у вас пиво такое? У меня был подобный случай, знаешь, когда я был технологом своего, когда они были в Сибири, и у меня, значит, мы делали пшеничное пиво, и мне тут отдельно, ну, как, оптовик, я уже не помню, он всё время бежал, что-то у вас пиво пенится, невозможно, невозможно, но мы это решили проверить, блин, у меня на пивзаводе всё хорошо, у него… Это, наверное, 0,6 делали, да? Это, да, это тоже, ну, та же, кстати, больная тема, но, какому было удивление, когда мы приехали на точку, у человека просто стояла кега, ни в холодильнике, ни в кегераторе, ни даже в подвале где-то, ну, стояла просто около разливочной установки, где стоит вентилятор, и вентилятор выдувает горячий воздух, горячий воздух дул прямо на кегу. Поэтому я твою боль тут понимаю, то, что торговые не всегда понимают, что они делают, и потом что-то удивляются, а тут уже, когда вы сами занимаетесь, вы сами обучаете, как право всё, что это делать, и тогда, конечно, и качества, и возвратов практически нет, и всё хорошо, я думаю. Ну, и, соответственно, там, я как технолог стараюсь всё-таки сделать продукт, который будет более или менее стабильный, и даже если там предположить, что он попадёт в такую точку, то есть надо стараться сделать именно такой продукт, чтобы минимально был подвержен, скажем так, воздействию негативных факторов. Ну, конечно, перестраховываешься лишний раз. Если температурный фактор там трудно как-то нивелировать, ну, соответственно, там вопросы окисления продукции, воздействия там света или ещё чего-то, ну, стараемся работать с этими факторами. Ну, а по поводу пшенички, на самом деле, ну, вот есть такая тема, кто на 0,6 варит, я думаю, многие замечали то, что перикарбон возникает, но это вот именно с дрожжами, на самом деле, связано то, что они диастатические, они там на выдержке, я раньше работал с ними, просто у меня были проблемы, я как бы вот… Я думаю, у всех были проблемы, кто работал с ВП 0,6. Да, там проблемы были, ну, несколько факторов было, то, что какая-то кислинка определённая возникала, да, соответственно, которая непонятно откуда приходила, потом странная, скажем так, дека, я не знаю, замечал ты когда-нибудь, нет, то, что там такая она, как бы руками, если смотришь, она как пластилиновая такая. Да, 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 только на ней образовалась почему-то, я тоже не мог это объяснить. И вот, и то, что возникает перикарбон, соответственно, на выдержке, потому что дрожжи, они, на самом деле, они такие, они любят очень там какие-то длинные декстрины расщеплять, соответственно, и доедать их по ходу выдержки ещё. Вот ВП-шка так она долго доедает, насколько я помню. Поэтому, как бы, мы ушли, вот, на Лалиман сейчас, на них работаем. Я знаю, то, что у ферментиса вышли какие-то новые пшеничные дрожжи. Мы, кстати, варили, был вчера мастер-класс, делали малиновое пшеничное, В-68. Ну, как Виталик позиционировал, они, это раз из Вайштефана сделаны пшеничные, обычные, вот, как немецкий Вайцин обычные. Мы только задались, сегодня второй день, посмотрим, как будет. Будем, кстати, делать дегустацию, наверное, где-то в середине марта. Будет у тебя возможность, обязательно приходи, кстати, попробуй. Мне бы хотелось бы, да, мне Виталий тоже предлагал эти дрожжи, но я вот, если честно, после ВП-шка уже осадочек остался, да? Да, да, и я бы сначала попробовал результат, а потом уже как бы рассматривал их к введению в производство, потому что все-таки объем мы делаем большой и рисковать не хочется. Ошибиться не хочется. Как Виталий говорит, что вот они конкретно, если справиться с ВП-шкой, то они вообще не дают вот этот фенольный профиль, то есть у них больше фруктовый профиль, нежели фенольный гвоздичный. Кстати, хорошо, я заговорил с тобой о сырье. Скажи, сейчас санкции и так далее, вы наверняка работали на импортном солоде, на отечественном солоде. Как вообще сейчас выходите из положения, когда вот некоторые солодовые компании ушли, остались российские, ну и какие-то чуть-чуть импортные, вы что-то поменяли, не поменяли, как у вас вообще в целом вот это все происходит? Да, на самом деле, если честно, я как бы кроме Вайермана и не знаю, кто это у нас ушел с рынка. Ну, Викинг ушел, я знаю, Кастл Малтинг пока возят. Кастл Малтинг, нормально у меня все с объемами, как бы то, что было до там спецоперации, и сейчас до санкций, да, там, и в принципе, ну нормально все. То есть вы работаете... Якима там именно по хмелью сократил какие-то объемы отгрузок на Россию, но, в принципе, под наши там запросы я все сырье более-менее там, ну могу найти нормально. А Якима, получается, ты еще водишь, то есть ребят, тебе поставщики возят, то есть им есть возможность, нормально? Есть, да, поставщики. Просто дороже и дольше, наверное, только в этом отношении. Да, если честно, и по цене, в принципе, то же самое. То же самое, то есть не сильно поменялось? Ну, я, естественно, я же не вагонами там цитрую, например, покупаю, а, соответственно, там несколько коробок найти там, это не такая большая проблема, да, как какой-то большой объем там, как для каких-то гигантов пивзаводов, да. Вообще, что сейчас с оборудованием? Все-таки отечное оборудование может отвечать стандартным, хорошим, или ты все-таки все равно больше по импорту ищешь? Как вообще сейчас ситуация на рынке? Имкосное оборудование? Да. Имкосное оборудование мы делаем себе под заказ, на самом деле. Мы нашли просто компании, которые, скажем так, производят оборудование из нержавики, но они в основном, на самом деле, для сыроварин производят. Ну, договорились с ними, сделали им чертежи, соответственно, они нам по этим чертежам делают скоте. Только для вас? Да, ну, я не знаю, если честно, куда бы он еще продавал. Причем делает достаточно на высоком уровне, то есть, ну, чтобы ты понимал, там рубашка охлаждения, например, не спиральная, да, как на большинстве скоте, а там подушка. Да, это тема такая, не каждый может. Ну, то есть, подушка, как на китайских те же скоте, которые там для больших заводов там делают. Ну, тебе удовлетворяет все хорошо, вопросов нет, да? Да, вообще отлично, никаких вопросов нет. Ну, слава богу, что вот у нас, ну, опять же, видишь, это все благодаря твоему опыту, твоему инжинирингу, да, то, что ты учился. У нас, допустим, не каждый пиавар позвонит в компанию, скажет, а вот давайте по моим требованиям сделайте ко мне цикоте, например. Потому что проблемы, действительно, с кадрами есть, и так вот, ну, если, допустим, пиавар, ну, я могу варить, но не разбираясь в оборудовании, еще надо голову поломать, где бы мы купить. Потому что выбор сейчас большой. Я так понимаю, что в Китае тоже и как у нас машинный рынок весь заполонили, так заполонили у нас и по имкостному оборудованию. И предложений-то много, а как выбрать правильного – тоже вопрос. Ты как считаешь? Ну, я считаю, что товарищам бизнесменам, прежде чем начинать какие-то проекты там по пиаварению, все-таки нужно найти грамотного технолога и прежде всего проконсультироваться, чтобы избежать большинства ошибок, с которыми потом будешь годами бороться. Вот, Сереж, подпишусь, потому что вот я сколько, знаете, ну, езжу там в командировке и все, и постоянно, ну, вот нам шеф купил, и мы вот-вот теперь будем. Я говорю, а нельзя было сначала поговорить с кем хотел, кто будет работать, а потом что-то покупать. У вас, к сожалению, как ты знаешь, ну, у кого деньги, то ты прав, я там все знаю, я лучше умею всех, купил, на, вот вари, а потом мучайся, 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 технолог. Ну, ты же, Сергей, ездишь по регионам, ты же видишь, что там происходит с оборудованием. Я даже не там занимаюсь продажами сырья и не езжу особо там к людям, но… Очень много сборной солянки, причем знаешь… Бывает, общаешься, да, то, что и я видел, даже бродильные танки мне скидывали, ребят, фотографии из черного металла там и что только не было. Ну, я увидел вообще даже, знаешь, черный металл, я видел, ну, даже и малюрованные танки там, у которых уже отваливается вот эта вот эмаль сама, как, знаешь, раньше в кастрюлю в детстве были вот такие миски там или что, то же самое. Ребята говорю, как вы работаете? Ну, вот у нас так, не проще это хлам весь выкинуть, купить нормальный. Ну, опять же, у всех своя, как говорится, экономия и так далее. Не всегда, к сожалению, руководство слышит технологов, но в наше время, я думаю, что технолог и директор производства либо собственник, они должны быть на одной волне, потому что технологу работать с этим оборудованием, то есть, если мы с вами на оборудовании будем не то, что экономить, а покупать бесполезные вещи или какие-то там такие, что технолог не может давать качественный продукт, ну, к чему мы придем? Мы придем к тому, что возвраты, скисание и так далее, и пиво ваше продаваться не будет. Технолог сделать все, что он может, да. Допустим, как Сережа, он опытный, там, не знаю, там, может там в кадушке пиво условно сделать, а вот какой-нибудь там придет с института, который уверен, что везде все хорошо, и у него проблемы начинаются, и действительно завод потом, ну, тупо продает. Потому что вот даже вот сейчас с этими всеми событиями куча пиво, кстати, закрывается, ну, так же открывается, что приятно, но потом поговоришь, основная беда одна – персонал, потому что персонала квалифицированного нет, емкости покупают неправильные, варочник сделал неправильно, там, фильтр чан вообще какой-то мудрявый. Да нет, тут бывает на самом деле из крайности в крайность бывает, что либо неправильные, либо слишком правильные покупают и вываливают туда какие-то, ну, неоправданно большие объемы там финансирования, и потом этот проект, ну, то есть ты приходишь, начинаешь заниматься проектом, и ты понимаешь, что его там в окупаемость вывести, ну, это практически задача невозможная, и, соответственно, инвесторы, которые все это там вкладывали, миллиарды, грубо говоря, денег, они, ну, что-то ожидают, да, от этого проекта, а ты как технолог понимаешь, что, ну, это просто невозможно окупить. Ну, я думаю, я якобы не хочу никого упоминать, но я думаю, ты понимаешь, да, примерно про кого я говорю там. Скажи еще такая отличенная тема. Вот пивные фестивали сейчас иногда проходят. Вы участвуете вообще в этих соревнованиях или какие-то, допустим, праздники на пивах не делают? Ну, да, сегодня вот у меня ребята в Архангельск поехали, там будут крафтовые фестивали, так… Вы постоянно, вот хотел узнать, постоянно участвуете или выборщик, когда, как, что, вот когда время есть, вообще как в целом с этим? Ну, на самом деле я редко езжу, я больше производством занимаюсь, но вот именно, то есть, ребята, кто дистрибьютор, сотрудники там кто-нибудь. Они, да, они четенько присутствовали раньше и сейчас тоже. Ну, может быть, эта тема немного, скажем так, ходила на спад именно в момент, ну, тем известных событий, соответственно, когда там какая-то определенная активность людей там проседала, и, может быть, меньше люди старались по всяким фестивалям ходить, а больше там как-то время там с семьей проводить, потому что… Ну, еще пандемия многих подкосила, помню. И пандемию, да, и потом люди, конечно, в стрессе находятся, и, ну, в общем, как-то… А устраиваете, вот смотри, вот устраиваете ли вы, допустим, вот у вас день рождения пивоварни, устраиваете ли вы себе какой-то там сабантуй, ну, в рамках там условного предприятия, приглашаете там людей к себе, и вы там празднуете. Есть такая традиция? Или пока… На самом деле мы долго думали насчет какого-то там собственного пивного фестиваля. Вот, хорошая идея. Ну, поскольку мы находимся на арендной площади, трудно, да, договориться на какое-то такое мероприятие, хотя вот площади, в принципе, под это есть, и можно было бы сделать, да, но вот пока мы не очень понимаем… Как, в каком формате, да. Как это совместить, да, с тем, что там, грубо говоря, для, ну, то есть большого количества людей, пьющих пиво там на территорию… Обеспечить безопасность. Будет, да, пустить трудные, обеспечить им безопасность и обеспечить безопасность там другим, как бы, людям, которые на этой территории находятся там, ну, сложно. Ну, вообще молодцы. Я считаю, что если вы уже об этом задумались, то что рано или поздно вы все осуществите, тем более, в принципе, вы все люди опытные, и вы понимаете, что, ну, давайте так говорить, с населением надо работать, даже какие-то новинки донести до них сложно, а вот эти вот все, там, пивные фестивали крафтуют, да, там, ваш собственный, там, фестиваль, там, день рождения, люди приходят в такую непринужденную атмосферу, музыка, допустим, играет, общение, пьют пиво, и всем все заходит. Как считаешь? Ну, да, если получается, это осуществить, это действительно здорово, как бы, я просто аплодирую людям, которые это делают на своей территории, так, трудно организовать, трудно организовать, да, и совместить именно то, чтобы и производство у тебя работало, и при этом, как бы, и фестиваль какой-то проходил тут рядом, и чтобы сотрудники твои, как бы, занимались делом, они присутствовали на этом фестивале, да, там. Да, вот это тоже, кстати, забыл момент, что люди-то работают, а смотрят на окошко, там все веселятся, я тут пиво варю, блин, я тоже хочу туда. Да, да, есть такое. Скажи, вот ты сейчас принес вот нам сегодня 8 сортов, ну, одно медовухо и остальное пиво, я думаю, хочется какое-то попробовать, вот из этого всего какой у тебя там хит, ты говоришь за них всех, можно попробовать с тобой и порекомендовать нашим телезрителям. Да, на самом деле, любой продукт, который, ну, то есть мы производим, в принципе, мне как бы, ну, не стыдно за них, да, и у любого продукта есть там свои поклонники, но вот, ну, молочный стаут, вот, я считаю, у нас, в принципе, достойный получается, и, действительно, там, когда люди варят те же самые молочные стауты, бывает трудно совместить именно грань, то есть чтобы он был и не приторный, и при этом, как бы, питки, да, и, в принципе, это еще можно было назвать пивом, а уже там, ну, не каким-то там, скажем так, раствором лактозы. Да, 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 потому что у нас пивовары иногда в крайность тоже набахают столько лактозы, начинаешь пить, думаешь, блин, я вроде пиво хочу, а тут мне налили какой-то молочный напиток, а в Германии, кстати, был, была одна пивоварня, так они вообще корову нарисовали, написали молочный стаут, так на них подали в суд, какого хрена вы тут, извините, нарисовали корову, это не молоко, пардон, а пиво, и суд выиграли, между прочим. Да, введение заблуждений получается. Тема такая, да, то, что, ну, пивоварам тоже надо внимательно относиться к этому всему, сейчас вот требования очень большие, сейчас эти этикетки начинают там тоже, я знаю, ужесточают все правила, что пишите вот это, что, ну... Нет, то, что ужесточают правила, действительно, на самом деле, сейчас за отрасль как бы взялись достаточно серьезно, и с введением и честного знака, там, и реестра пивопроизводителей, и все сложнее и сложнее, это как-то как бы поддерживать в правовом поле, и... Но вы с честным знаком уже разобрались, или все еще... С честным знаком, да, мы QR-коды, сейчас все делается, как бы... Я так понимаю, на банку сейчас тоже уже наносишь ты, да, вот эту... Или на кеги пока? На банку, да, наношу, то есть, соответственно, это отдельные там стикеры клеятся, на кеги, все клеится, как бы... Дополнительная затрата. Да, дополнительные затраты. Главное то, что все эти мероприятия, которые вводятся, то есть, они как-то друг друга дублируют, и вообще мне, если честно, не очень понятно, зачем это делается, да, потому что сначала ввели эгоиз, люди эти счетчики покупали, полтора миллиона за оборудование заплатили, соответственно, потом давайте так, ладно, эгоизм мы ввели, давайте теперь честный знак введем, вот покупайте оборудование, там на QR-кода эти клеить, соответственно, это нужно отдельный человек, который этим будет заниматься, там, если, например, у меня там штат это еще позволяет как-то сделать, а если на пивоварне там вообще, в принципе, два человека работают. Кто это будет делать? Да, кто это будет делать? Ну, вот это же отдельный, как бы, ну, отдельный свод там обязанностей, соответственно, все эти QR-коды заказать, там распечатать, провести, соответственно, наклеить. Через программу провести. Да, да. И это целая история. Да, это дополнительная нагрузка, которая… То есть, я так понимаю, что вы тоже вывалите человека, да, если на это тоже берете человека отдельно? У нас есть, да, человек, который этим занимается, как бы, она там, девочка занимается одновременно и фрапом, эгоистом, соответственно, и честным знаком. Слушай, ну, это должен быть тогда внимательный, ответственный человек, я так понимаю, что там все не просто так, раздолбает, там как бы не допустит туда, правильно? Ну, конечно. То есть, это еще такие кадры, которые… Кадры, которые, да, это высокоплачиваемые. Выборочные, я бы сказал. И, соответственно, это люди, которые способны это все осуществлять, плюс быть там на связи и поддерживать объем, соответственно, QR-кодов, да, чтобы вовремя все проклеить. Тяжело, да, тяжело, но, в принципе, все, кто на плаву, все справляются, значит, у всех все хорошо. Ну, знаешь, хороший у вас подход чисто профессиональный и здоровый, как говорится, здоровый дух в здоровом коллективе, можно так сказать, здоровая атмосфера, то, что мне нравится, то, что вы поддерживаете, обучением занимаетесь, дегустацию устраиваете. Может быть, когда-нибудь все-таки придете к своему фестивалю, я очень надеюсь, и многие люди придут и про вас тоже узнают. Потому что вот даже вот некоторые есть примеры, люди устраивают объемные фестивали, приходят в место населения, узнают, что, блин, на пиварне прикольно, я пойду к вам работать даже. Даже вот такие бывают моменты. Поэтому почему бы и нет? Да, на самом деле… Будете выращивать свои кадры. Бывают такие моменты, когда начинаешь рекрутингом заниматься, и даже, грубо говоря, я в чат района иногда скидываю, то есть каких людей я ищу, потому что все-таки, на самом деле, лучше найти человека, который будет в шаговой доступности, чем искать кого-то перевозить. И проще, на самом деле, бывает чтенько обучить человека с нуля, чем перевучивать, грубо говоря, привозить из региона, где он там, скажем так, по-своему, да, все делал, и особенно если там, например, люди возрастные, их трудно бывает переучить. Ну и дорогу убивает, не забывает. Если человек тратит больше часа в дорогу, как бы он там лояльно не относился, у него все равно каждый день стресс, и там год-два он потом скажет, да я устал ездить, я не могу. Поэтому здесь местное население – это вот наше все. Ну давай попробуем твой молочный стол. Вот как раз вот тут готовили пинту, как раз попробуем, вот. Ну смотри, такая пенка, прям вот мелкодисперсная, прям для молочного стола, так как… О, аромат офигенный просто. Очень рекомендую попробовать, ну вы нам пока завидуете, потому что мы-то можем, вы пока нет, но если будете в магазине, ищите Nitro Stout от Hemel Mill B'Revery, я очень рекомендую, по запаху мне, по крайней мере, очень нравится, и опять же не похоже, как на все. У вас оно имеет свой такой рисунок, какой-то… Кофейно-молочное, да. Я хотел просто изначально оттенить, чтобы не было прям вот этого запаха лактозы бьющего, и чтобы он с чем-то гармонировал. Вот это я хотел сказать. Что сейчас вот, ну они все подряд похожи, все вот это сливочный, 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 сливочный. Здесь прям вот характер, молодцы, выбрали. Ну ты знаешь, такой он хороший, бархатистый, горчинка, опять же, ну она достаточно очень лайтовая, сладость не выпирает. Здесь тоже как это… Все аплодируют. Молодец, Серега. Вот в целом питкая вещь, я всем рекомендую, я думаю зайдет и девчонкам, и парням, и мужчинам, и женщинам, потому что, ну вот он, я смотрю, он, в принципе, это не очень-то и крепкий, хотя 7% алкоголя немало, да, но пьется достаточно легко. Вот, потому что сейчас зима у нас суровая, снежная, как раз после там, я не знаю, походов на каток или в кино вечером попить такое пиво одно удовольствие. Ну то, на самом деле, зимой больше продается, чем летом, и, соответственно, такой сорт именно согревающий. Да, но опять же, мне почему нравятся вот эти плотные сорта, потому что максимальное количество сырья, то есть вкус максимальный, и, соответственно, вы получите хорошее эстетическое удовольствие. Ну, спасибо тебе большое, что ты пришел. Мы немножко, надеюсь, в общих чертах вам обрисовали вот эту замечательную пивоварню. Следите за новостями, заходите на наш сайт mal.ru, подписывайтесь в соцсети Telegram или ВКонтакте в группу GreenRuss, а также заходите на YouTube и смотрите ролики GreenRuss. Большое вам спасибо за внимание, до новых встреч, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok